Дочь сущности правосудия взяла в руки меч матери и дала клятву очистить землю от зла. По ходу игры ее могущество только растет, и она раз за разом приводит приговор в исполнение, обрушивая на провинившихся гнев небес. Праведницу ждет триумф. Добро пожаловать в обзор, Кейл. Пассивное умение Кейл — божественное восхождение. Со временем Кейл становится все больше похожа на божество, улучшая скорость, дальность и силу автоатак. Зло не дремлет, но и я тоже. На уровне один Кейл охватывает праведная ярость, и скорость ее автоатак увеличивается. Получив максимум зарядов, Кейл становится просветленной и быстрее преследует врагов. На уровне шесть Кейл парит на четырех крыльях, а с просветлением порождает волны пламени и наносит больше урона. На уровне одиннадцать Кейл снимает шлем и получает еще пару крыльев, превращаясь в чемпиона дальнего боя. На уровне шестнадцать в Кейл раскрывается сущность правосудия. Теперь просветление с ней всегда. В руках второй меч, а волны пламени наносят чистый урон. У клинка звездного огня Кейл два эффекта. Пассивно он усиливает автоатаки, добавляя к ним магический урон. После его активации Кейл атакует издалека и наносит урон равной части недостающего здоровья врага. На уровне шесть эта атака также наносит урон врагам, стоящим рядом с целью. Лучезарный взрыв Кейл поражает первую цель, лишает ее защиты и замедляет всех врагов рядом. Благословение небес исцеляет Кейл и выбранного союзника, увеличивая скорость их движения. Усиление длится недолго, поэтому лучше подойдет для стремительных маневров, а не долгой погони. Кейл решает, кому жить, а кому умереть. Ее божественный приговор на несколько секунд делает союзника неуязвимым, а затем шквал сверкающих клинков очищает все вокруг. Пока мечи в воздухе, Кейл двигается, но не может атаковать и использовать другие умения. Поэтому божественный приговор лучше приберечь для союзника, готового броситься на врагов. Этим вы не только спасете ему жизнь, но и подкосите силы противника. Чтобы вершить правосудие, Кейл нужно как можно быстрее принять финальную форму. В начале игры праведница легкая нажива, поэтому будьте осторожны и постарайтесь не раскормить соперников. Миньонов можно добивать лучезарным взрывом и клинком звездного огня, но не подлетайте к врагам слишком близко, иначе вас втопчут в землю. Чтобы пережить непростое начало игры, зовите на помощь союзников. Когда дела плохи, используйте божественный приговор и переломите ход сражения, а после накажите обидчиков. На уровне 11 у праведницы все окей, и она получает серьезное преимущество. С абсолютным умением бои под башнями уже не страшны, а быстрые атаки помогают вовремя испепелять врагов. Да будет свет! Когда Кейл полностью обретет божественность, отправляйтесь в поход на еретиков. Ведите команду в бой, защищайте союзников и выносите смертный приговор врагам. Настал час суда, а если кто не спрячется, вы не виноваты. Ищите славного паладина, который может стать божеством и карать неугодных? Тогда вознеситесь вместе с Кейл. Больше информации о праведнице и ее падшей сестре вы найдете по ссылкам ниже. И помните, Кейл несет свет. А еще возмездие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok